Всем привет! С вами Оксана Майкова, автор и ведущая консультационного портала «Твой дом в Испании», руководитель, организатор школы, профессионального покупателя, сам себе риэлтор. Я рада приветствовать вас на Косте Дель Соль. Ну, сейчас не такое солнце, потому что снимаем мы видео вечером. И я вас хочу познакомить с потрясающей историей. Это такой триплекс. История будет состоять из трех частей. Поэтому смотрите, знакомлю вас с семьей, то есть знакомлю вас с людьми, которые прошли этот путь полной сомнений, переживаний, неуверенности, обучения, то есть сбора информации по всему интернету. То есть я познакомлю вас с этой семьей, сейчас вы это все увидите. Смотрим! Девчонки, пока нету папы вашего рядом, пока нет сына рядом, то есть мне бы хотелось просто спросить, были ли сомнения? Валерия, она замужем, понятно, то есть сейчас мы с тобой еще поговорим. Люба, у вас, вы что, вот что вы подумали, когда они вам сказали, что будем тут вот покупать квартиру, дачу? Я так очень переживала, конечно, потому что дело и финансово очень сложно, и с работой очень сложно, но тем не менее, когда первый раз меня сюда пригласили, они и показали, как здесь прекрасно, у меня сомнений особых не было, было только одно, и я туда, где сын. Ну, отлично, смотрите, вот это настоящие женщины, то есть женщины, которые вот за мужчиной. Хорошо, Валерия, смотри, приобретение квартиры, это все-таки не мороженое, не букет цветов, даже самое дорогое, это достаточно серьезные вложения, и я уверена, что вы к этому шли, да, то есть мы все зарабатываем, и это не всегда просто. Поэтому какие вот, у тебя были какие-то сомнения, я не знаю, какие-то сложности, вот как ты это переживала? Ну, конечно, были сомнения с самого начального этапа, то есть как завести деньги, какие документы подготовить, как найти людей, которые нам помогут здесь, да, то есть чтобы мы, собственно, получили то, что у нас рисовалось в голове, может быть, да, и потом, дальше, нужно ведь съездить посмотреть, то есть должно быть достаточное количество времени, чтобы успеть посмотреть какие-то варианты в Испании. Ну, вот такие сомнения были, то есть спать мешали? Мешали. Мешали, то есть были такие бессонные ночи. Были бессонные. А давай поближе поговорим, вот когда выбираешь, потому что это самое, когда ты еще дома, ты еще этот момент можешь отложить, можешь как-то его сдвинуть. Вот, приехали и стали смотреть. А сколько вы объектов посмотрели? Восемь. Восемь, десять. Хорошая, хорошая цифра, кстати, очень такая хорошая, правильная цифра. И вот ваша собственная квартира, она оказалась первой, второй, восьмой? Сейчас уже не помню, она оказалась второй. Второй, то есть вот потом шесть квартир после, это было уже сравнение. Да, это было уже сравнение. Хорошо, смотрите, определились, определились, вот она. И депозит когда оставили? На следующий день? В этот же день? Ну, ясно, что через шесть квартир у вас был момент. Когда вернулись? Мы вернулись, у нас произошло это все... Короче, я уже не помню. Оксана, надо было подумать, я уже не помню. Не помнит она, забыла. Ну, значит, не так волновалась. За три недели, или как вы решали этот вопрос, или больше? За три дня мы все посмотрели. За три дня все посмотрели. Классика, Клайд, это правильно. За три дня, потому что с ней было больше времени. Ребят, скажу вам такую вещь. У нас было так все, кстати, сумбурно, просто сейчас мне тогда надо память это все восстановить, уже год целый прошел. Смотрите, если вы правильно подготовлены, если у вас достаточно информации о том месте, куда вы едете, и о том продукте, который вы хотите приобрести, ну, квартира это тоже продукт. То есть три дня это то время, когда вы максимально сконцентрированы. То есть это показывает практика. Можно ездить в месяц, можно ездить в неделю. Но если вы за три дня не нашли то, что вы хотите, то есть если ничего вам не показали за три дня, чтобы вот легло на душу, дальше идет усталость, дальше идет перегруз. То есть у вас очень правильно и классическая форма была, то есть приобретение. Вы очень правильно, у вас все правильно. Вы наш второй вариант, потом вы сравнили, как нормальные люди, и вернулись ко второму варианту. То есть, следовательно, риэлтор с вами поработал правильно, то есть правильный был подбор. Вы сами подбирали квартиры или вы смотрели, что вам показывают? Ну, что-то Алеша смотрел на сайте, что-то нам показывал риэлтор. То есть как-то совместно так. То есть комбинировано было? Комбинировано, да. То есть вот так вот, вот не очень Валерия. Училась, судя по тому, что она забыла. Бывают ситуации более такие скритичные, но это круто. То есть правильная подготовка ведет к правильному результату. Я считаю, что так должно быть, чтобы через год мы уже не вспоминали о проблемах, а наслаждались тем, что мы имеем в полной уверенности, да, и на маму посмотрите, в полном удовольствии от правильно сделанного решения. Правда? Да. Да. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте под этим видео комментарий. Если нужна какая-то дополнительная информация, вся она есть под этим видео в описании. С вами была Оксана Майкова. Пока-пока. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok